Привет, меня зовут Алёна, мне 29 лет. Я закончила 9 классов и пошла учиться на мастера-парикмахера. Спустя какое-то время я поняла, что это не моё. Я решила попробовать исполнить мечту своего детства – сесть за легковой автомобиль. Я сдала на права, получив права, я подала анкету на ИнферЭкспо. Спустя какое-то время мне позвонили и предложили работу водителям БелАЗ. Я не представляла, каких размеров данная машина. Когда мы первый раз спустились в карьер, я просто на тот момент получила огромное удовольствие и я поняла, что это работа моей мечты, что я действительно хочу управлять таким автомобилем. И это то, к чему я стремилась и шла. Приходя на работу, мы принимаем наряд. После наряда нам дают, куда нам возить, рассказывают план работы на целый день. После этого мы приходим к автомобилю, начинаем осмотр делать машины. Это проверяем масло, давление в шинах. Садимся и едем к экскаватору. И в течение дня мы от экскаватора вывозим массу на западный отвал. Моя ежедневная работа заключается в том, что мы на нашей технике подъезжаем под экскаватор. Экскаватор грузит нас горной массой и мы ее вывозим на отвал. Каждый день я делаю более 35 рейсов, вывозя горную массу более тысячи тонн на отвал. Когда я пришла на работу водителем большегруза, работали здесь только мужчины-водителя. В других странах в этой профессии женщины работают наравне с мужчинами. В Украине до недавнего времени эта возможность была недоступна. С 1993 года по 2017 год было запрещено работать с женщинами в подобных условиях. Теперь разрешение есть, женщины могут работать, осуществлять свою мечту. Быть наравне с мужчинами. И мы стараемся, то есть, не то что доказать, показать, что мы можем тоже умеем работать как мужчина. И, может быть, даже лучше. Когда я первый раз села за руль, я поняла, что это мое, что я хочу быть водителем. Я с детства, это моя работа, как бы, это моя мечта водить машину, потому что у меня папа водитель, и у меня был такой пример, он меня учил на тракторе с детства работать. Потом он мне подарил мотоцикл в 14 лет, чтобы уже у меня был собственный руль, чтобы я не брала легковую машину домашнюю, так как не имела права водить. И со временем все-таки хотелось мне выучиться, получить права. Я выучилась, получила права, и все-таки на этом я не останавливалась, мне что-то хотело нового, нового и нового. И поэтому я выбрала такую профессию водитель большегрузной машины. Ну, это не передать словами, это драйв, это стремление, это постоянно повышение квалификации. Это надо прочувствовать. ФРЭКСПО – первая компания в Украине, которая предоставила возможность женщинам стать водителями большегрузных автомобилей. Я постоянно чувствую поддержку компании, поддержку своих коллег, и я понимаю, что я нахожусь на своем месте. Компания ФРЭКСПО, она сделала, когда мы пришли, у нас были категории B. Нам вот это наше руководство очень хорошо помогло, то есть мы прошли эту школу на категорию C, то есть помощь в учебе, помощи во всем. То, что нуждаемся мы, обязательно нас прислушиваются. Я хочу пожелать всем женщинам, которые хотят работать в горном деле, ничего не бояться, идти к своей мечте, добиваться своих целей, не останавливаться. В компании ФРЭКСПО – это действительно можно достичь такой цели и быть водителем большегрузной машины, как девушкам, так и женщинам. Я лично счастлива, что я тут, со своей семьей, на любимой работе. Приходите к нам. Девчонки, дерзайте! Редактор субтитров А.Семкин